На телеканале Север Новости. Здравствуйте! О главных событиях Неницкого округа расскажут наши корреспонденты и я, Ирина Цепитова. Одна из самых социальных депутаты окружного парламента, отправляясь на летние каникулы, провели финальную сессию, приняв более двух десятков законов. Львиная доля направлена на улучшение жизни жителей Неницкого округа. Самый обсуждаемый закон о 5-процентной ипотеке. Его приняли в окончательном чтении. Эта беспрецедентная мера направлена на поддержку жилищного строительства в регионе. Кроме того, парламентарии поддержали еще несколько важных законопроектов. 5-процентная ипотека – абсолютно новый рыночный инструмент, который будет способствовать развитию жилищного строительства в регионе. Условия очень простые. Ипотека дается только на новое жилье под 5% годовых с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости жилья. Срок субсидирования – 10 лет. В течение этого времени разницу с процентной ставкой банка будет покрывать окружной бюджет. Для того, чтобы получить ипотеку, заемщик должен быть зарегистрирован на территории Неницкого округа. Будет проведен отбор среди банков, заключены соглашения в соответствии с этим порядком. Ограничений для банков нет никаких. После этого программа стартует. Дальше гражданин приходит к застройщику, выбирает или нанимает застройщика, в зависимости от того, как он хочет. Дальше определяется с жильем, обращается в банк за кредитование. Банк принимает решение, выдает гражданину кредит. Далее банк ежемесячно начисляет субсидию в течение 10 лет. Округ оплачивает субсидию банка. Процентная ставка для гражданина – 5%. Окружные парламентарии законопроекта единогласно поддержали. Расчеты специалистов показывают, что такой механизм даст жителям округа возможность приобретать жилье в собственность примерно по стоимости аренды. Кроме того, 5% на ипотеках – хорошая подспорья и для региональной строительной отрасли. И тем самым мы будем решать вопрос поддержки нашей строительной отрасли. То есть сегодня есть у нас несколько строительных компаний, которые благодаря этой программе могут иметь заказы от населения на строительство, на долевое строительство жилья здесь в округе. Очень такая революционная программа, мы считаем. И мы когда делились с нашими коллегами из законодательных собраний других субъектов, они, конечно, нам позавидовали. Кроме того, законодатели приняли закон о предоставлении общежития в Наринмаре и в поселке Искателей молодым специалистам Месел, которые закончили учебное заведение в столице региона и пожелали здесь же и остаться. Этот проект вызвал широкое обсуждение среди депутатов и глав муниципальных образований. В частности, остро стал вопрос о том, что этот законопроект будет способствовать вымыванию молодежи из сел. По итогам обсуждений решено было принять законопроект и в дальнейшем работать над тем, чтобы подобные общежития для молодых специалистов появились и на селе. У нас есть право смотреть, как будет проходить реализация этого закона. И, конечно же, есть желание способствовать тому, чтобы данные общежития возникали на территории сельских поселений. И самое главное, чтобы ребята, которые являются выходцами села, получив образование в центре Ненецко-автономного округа, возвращались обратно туда с решением своих жилищных прав. Не менее важным стал законопроект о распределении средств федерального бюджета, которые идут на переселение граждан из районов Крайнего Севера. По закону выделение жилищных сертификатов осуществляется по четырем очередям. Но на деле оказывается, что за последние несколько лет этим правом воспользовались только граждане, состоящие в первой очереди. Это инвалиды первой и второй групп. А вторая, третья и четвертая фактически не двигаются. Согласно принятым изменениям, очередь на предоставление жилищных субсидий теперь дойдет до всех. Принятый проект закона предусматривает долевое распределение. На вторую очередь будет распределено не менее 20% от общего объема жилищных сертификатов. На третью и четвертую по 5%. В случае отсутствия граждан в каких-либо очередях, объемы средств перейдут и другие очереди. В 2015 году из средств федерального бюджета Ненецкому округу выделили чуть больше 59 миллионов рублей. Натуральным выражением примерно 40 жилищных сертификатов. Сегодня в очередях на переселение в благоприятные районы стоит более 3000 человек.